На льду десятки вратарей и все в красной форме. У каждого на спине 20 номер и фамилия легенды Третьяк. Каждый из них проделал свой путь, чтобы принять участие на сборах школы вратарей Владислава Александровича Третьяка, которые по доброй традиции проходят на ледовых аренах Дмитрова. Потому что это моя родина, я родился в Орудьеве. У меня папа военный летчик был, там военный городок был, аэродром. А моя мама сюда жила в Дмитрове, родила в Дмитрове. Я, правда, здесь жил недолго, постоянно, всего два годика. Потом в Москву перевезли, потому что аэродром перевезли. Ну а сюда с самого детства я сюда приезжал, и все, трудовая повинность у меня была здесь на огороде, и вся молву здесь проходила. Для Владислава Третьяка Дмитров настоящее место силы, где уже не первый год он и делится с подопечными своей школы вратарей. И аккумулирует здесь новую энергию за пределами ледовой арены. Дмитры гостеприимные. Я когда приезжаю, знаете, как-то сердце колышется. Почему? Потому что я вспоминаю, где я был здесь, где я на танцах был, где я с девчонками гулял. Ну и вообще все у меня самое родное. Конечно, уже прошло много лет, больше 50, и, конечно, город изменился. Ежегодно в школу вратарей Владислава Третьяка попадает 36 хоккеистов из разных уголков России. Сборы проходят под руководством 12 наставников и, конечно же, самого Третьяка. Побывать на серии этих мастер-классов – мечта каждого вратаря. Однако попасть в эту кузницу талантов может не каждый. Наша главная задача – научить их правильно тренироваться не только на льду, но и на земле. Поэтому здесь хоккеисты собраны, вы можете спросить, из разных городов. Из Салехарта, из Новоспусть-Детска, из Магнитки. Вся страна сегодня здесь. Я хочу сказать, что на протяжении 14 лет многие вратари, которые здесь были, тот же Василевский, который лучший игрок сегодня и обладатель Кубка Стэнли, он весь проходил из Сорокин. В день открытия тренировочного лагеря под руководством легендарного хоккеиста побывал глава округа Илья Поначевный. Он лично пообщался с Владиславом Третьяком о развитии хоккея в округе. Кстати, в этом году в жизни хоккеистов перемены. На данный момент они коснулись самой старшей арены – Ледового дворца. Мы поменяли систему подготовки льда. Она сейчас соответствует самым высоким требованиям, как женской хоккейной лиги, так, в принципе, и континентальной хоккейной лиги. Краски были приобретены для покраски плиты основания. Помимо этого, нами произвели работы в течение лета по закупке оборудования специализированного хоккейного. Также нас еще ждет новая ледозаливочная машина и новые борты подрезные. До конца года планируем все остыть. По окончанию сборов школы на этой площадке будет заменено холодильное оборудование. Все работы выполнены в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В планах на будущее осуществить модернизацию и других ледовых аренкомплекса.